В деревне Гэ занимался скотоводством, разводил табак, принимал участие в делах Черниговского земства. Дом Гэ крыт соломой. Зимой в нем очень холодно, и только в 1884 году ему удалось сделать крышу. Деталь скудного хуторского быта художника. Но в голосе Гэ нет ни капли уныния, разочарования, сожалений об утраченном комфорте столичной жизни. По свидетельству Месоэдова, бегство в пустыню было следствием усталости от нервной и напряженной жизни, которую вел художник в Петербурге. Но в действительности этот крутой поворот в жизни Гэ связан с более глубокими причинами. 1870-е годы с их рационализмом и политизированностью не стали бегать своим временем. Ему было свойственно целостное эмоционально-поэтическое восприятие мира, а не трезво-аналитическое. Ему нужна высота цели. Хотелось своего и всемирного. Четыре года жизни в Петербурге и занятия искусством самых искренних привели меня к тому, что жить так нельзя. Все, что могло бы составить мое материальное благосостояние, шло в разрез с тем, что мною чувствовалось в душе. Я ушел в деревню. Я думал, что жизнь там дешевле, проще. Я буду хозяйничать и этим жить, а искусство будет свободно. Трех исторических картин мне было довольно, чтобы выйти из тесного круга на свободу. Опять туда, где можно найти самое задушевное, самое дорогое, свое и всемирное. На хуторе в тишине сельской жизни, освободившись от чуждых его природе, навязанных ему эстетических требований, Гэ вернулся к кругу евангельских тем, бывших содержанием его творчества 1860-х годов. Но теперь он мог быть свободен от забот о продаже своих картин, от одобрения публики, претензий к критике. Светлая вера Г. Возможность чуда любви, веры, милосердия стала темой замечательного, своей светоносной живописью эскиза на библейский сюжет «Возвращение Тови», обнаруженного недавно в частном собрании в Москве. К этому раннему, написанному еще в Италии эскизу, Гэ вернулся, живя на хуторе. Тогда же и подписал его, поставив дату 1889-й. Эскиз основан на тексте книги Товито «Ветхозаветном предании о благочестивом Товите, его жене Анне, их сыне Товии и архангеле Рафаиле». Основные темы книги Товито – это верность вере, милосердие, жертвенность, терпение, внезапная слепота и чудесное прозрение, покровительство божественных сил. Г. выбрал финал «Ветхозаветного предания», момент возвращения Тови в сопровождении Рафаила к родителям – Товиту и Анне. Изображение включает в себя три счастливых события – долгожданное возвращение Тови из опасного путешествия домой с поклажей семейного серебра, исцеление Товито Тови от слепоты с помощью лекарства, приготовленного по указанию Рафаила из печени и желчи огромной рыбы, и признание товарища Тови по путешествию. Он оказывается архангелом Рафаилом. Последний завещает семье Товито – доброе дело, молитва с постом и милостынью, и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдой. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Одновременно с возвращением Г к кругу евангельских образов произошло его возвращение к жалобу. Жанру пейзажа, столь органичному для Г, послушному его таланту в ранние итальянские годы. Соприкосновения с украинской природой, жизнь на хуторе вновь воскресили в Г пейзажиста. В пейзаже Г проявил себя как художник романтического склада. Его привлекали традиционные романтические мотивы закатного и ночного освещения. Большинство своих пейзажей, как и в Азовске и Куинже, Г писал по памяти. Г сказал о Васильеве, что он первый открыл жизнь неба в русском искусстве. Эти слова с полным правом можно отнести и к пейзажному творчеству самого Г. Жизнь ночного неба, простертого над украинской степью, то звездного, то покойного, то бурного, с движущимися облаками, подсвеченными светом луны, завораживает художника своим величием. Восход луны, хутор Ивановский, лунная ночь, пруд на хуторе Ивановский, рассвет, хутор Ивановский, сумерки, Украина. Своё кредо пейзажиста Г выразил в беседе об Айвазовском, которого очень ценил. Море у Айвазовского – живое существо со своим дыханием, характером. Выразительный пример любимой идеи Г, идеи живой формы. Задача пейзажиста в том, чтобы передать ту минуту жизни природы, которая с художником, человеком, составляет одно нераздельное. Художника в природе и природы в художнике. В 1882 году Г случайно попалась на глаза статья Льва Толстого. О переписи в Москве, газете «Современные известия», которая перевернула его жизнь. В словах писателя всегда будет это дело, и одно дело, на которое стоит положить всю жизнь. Дело это есть любовное общение людей с людьми и разрушение тех преград, которые возвели люди между собой. Для того, чтобы веселье богача не нарушалось дикими воплями оскотнившихся людей и стонами беспомощного голода, холода и болезней. Г услышал то, что давно переполняло его сердце и ждало выхода. Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня все зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не повлекнул. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему. Я безгранично полюбил этого человека. Он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, что я хранил целую жизнь. Он мне это назвал. А главное, он любил то же самое. Я стал его другом. Все стало мне ясно. Искусство потонуло в том, что выше его, несоизмеримо. Это была бесконечная радость. В личности Толстого и его учения Г обрел нравственную опору, брата по духу, смысл и надежду. Обращение в Толстого вызвало конфликт в семье. Взгляды отца разделил старший сын Николай. Жена и младший сын не приняли духовных исканий художника и его нового образа жизни. Редактор субтитров А.Семкин